Статистика говорит, количество подобных происшествий летом резко идет вверх. И это вполне объяснимо, ведь присмотра за детьми меньше, а свободного времени у них наоборот больше. Чем занять подростков в каникул? Этим вопросом заняты сотни учреждений области, в том числе и кадетские корпуса. Об истории одного, так и не открывшегося в нашем материале. Он и сейчас как будто готов сорваться в небо. Су-24, мускулистый, поджарый, трудяга войны. Он дрался еще в небе Афганистана, прошел все горячие точки на постсоветском пространстве. Военный пенсионер здесь на территории и в ВАИУ он планировал продолжить преподавательскую карьеру. На нем должны были учиться будущие авиационные инженеры. Не получилось. Курсанты ушли. А это уже другой строй. Не такой ровный, да и люди здесь все в штатском. Однако они вернули надежду. Возможно, вот-вот и снова здесь зазвучат марши, а на плацу вновь услышатся звонкие рапорты. Тогда в 2015-м, казалось бы, все решено. Обещание на высшем уровне. Через год здесь появится кадетский корпус, да и не только он один, а целый образовательный комплекс с амбициозным названием «Достояние Сибири». На этом месте будет возрождаться кадетское движение. И в связи с этим корпорация Ростех приняла решение о софинансировании совместно с администрацией области. Совместно с администрацией области строительство этого кадетского корпуса. Я лишь продолжаю цитату главы Ростеха, произнесенную на этом же самом месте. Что с тех пор изменилось? Да ничего, разве что кусты больше стали. Еще где-то здесь спрятана капсула с посланием будущим кадетам. Послание есть, будущих кадетов нет. Причина сугубо штатская. Прекращено финансирование. Также не по-военному медленно идет процесс передачи зданий земли от Минобороны в собственность области. От грандиозных замыслов остались штабеля досок. А от военного прошлого этот Су-24 слепо глядящий фонарем кабины на такого же никому не нужного старика. Растрескавшийся и заросший плац, хранящий в себе память сотен парадов. Последним военным, покинувшим территорию и в войу оказался Константин Рокоссовский. Его бюст перевезли сюда с территории военного городка буквально на днях. Теперь маршал сразу двух стран СССР и Польши стоит здесь, возле педагогического колледжа и смотрит на дело рук потомков своих. Давид Азизов, Марина Минченко. Новости по будням.